Здравствуйте, дорогие друзья, любители старины, винтажа и антиквариата! Сегодня на этой площадке было открытие ретро-рынка. И вы его хорошо помните, потому что раньше он находился на самокатной улице, на заводе Кристалл, и многие из вас там бывали. В прошлый раз я делала обзор первого этажа, сегодня мы поднимемся на второй этаж. Теперь ретро-рынок расположен в центре Москвы, в чудесном старинном районе Замоскворечи. А добраться до него можно от метро Павелецкая или трамваями 3-м 39-м, ну а можно и пройтись пешком. Иду по Дубининской улице от Блашиного рынка ретро. Я была на нём, возвращаясь к Павелецкому вокзалу. В прошлый раз мы остановились на лестнице. Давайте продолжим свой путь и посмотрим, что же нас ждёт на втором этаже. Колонны, ну зал просто огромный. А какие потолки красивые. Перед нами чайный сервис вербилки довоенный. Сервис создан в первые годы советской власти по эскизам и формам мастеров фарфорового завода Гарнира. Изготовлен в период с 1924 по 1927 годы на Дмитровском фарфоровом заводе вербилки. Из тонкого костяного фарфора деколирование с дорисовкой и золочением. Изображение галантной пасторальной сцены влюблённой парочки. Следы бытования присутствуют. Здесь, к сожалению, всего 11 чайных пар и на двух чашках трещины, а на блюдце небольшой скол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Клиенту Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это разверишки. Посмотрите, какая пресса. А я была уверена, что это немцы делали. Я, кстати, когда встречала нечто подобное, вот, сделанное в СССР, я даже не смотрела. Была уверена, что это только... И на блюдечке. Ух ты! Друзья, а я за мадонну все это выдаю. Даже несмотря. Уже привыкла, что с люстром покрытия... Они же там рядышком. Поэтому без люстра сделаны в ГДР. Посмотрите, какая прелесть. Ну, это наша любовь. Из магазина Лейпциг. Наша любовь. А сколько вот такой подсвечник красивый? 1200. Посмотрите, какая прелесть. Драконы. К этому году. Да, да, да. Но он советский. Ну, советский, но он к этому году. Да, 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 именно. Драконы. Это вас. Все африканки из лепест... Из крыльев бабочек. Ух ты! Да. Ну, это нулевые годы, но все равно очень мило сделано. Да, очень мило и очень интересно. А вот это шикарная ваза. 35 за штуку, да. А что это? Ну, это копия реплика Мейсена. Угу. А кто же ее сделал? А, сына? Ну, это да. Ну, это уже не Мейсен делал. Ну, это по образцам Мейсена сделано для Италии, в Германии. Ну, тоже немцы делали? Да, да, да. Дальнее Кайзер стоят с ронами. Впереди стоит Лимош с Наполеоном. Ой, вот это... Ух ты! Да. Составная. Видите, с нашу руку. Ну, к понедельнику. Не может быть, к выходным к воскресенью. Или к понедельнику. Смотрите, какие ручки в виде лебедей, да? Может быть, к выходным к воскресенью или к понедельнику к следующему. А вот это мне нравится, гусь. Ну, это современная, да. Пусть современная, но очень такая милая. Да, да, да. И недорогая, кстати. Да. Ох, какие картины. Тарелочки. А тарелочки здесь... Здесь города и страны. Да, но они приличные. Посмотрите, они вот все. Бавария. Хорошо. Тонкого покора. Швейцария. Голландия. Ну, на все случаи жизни. Даже Канада вот записалась. И вот этот я очень любила у вас. Прилавок. Тоже там такая красота. А сзади сколько у вас стояло всего. Копки были с такой красотой, что все не высмотришь. Особенно к вам вас любила фотографировать под Новый год. Потому что такое настроение. Ну, во-первых, там и можно было подешевле купить почему-то в это время. И такая красота, чего только не было. Вот как я жалею, у вас столько тогда продавалось этого кобальта с золотом. И хорошие вещи. И стоили-то они недолго. Три тысячи тогда. А сейчас я смотрю, больше пяти вообще в улете. А не семь там. Ну, то и сейчас, смотрите, три восемьсот, два-три с половиной. На ножке чашечка. Валендорф. И Валендорф. И тоже ГДР. Это те времена. Ну, там, помните, у вас совсем роскошные там золото, золото, золото. Ой. Есть что вспомнить? Ну, кстати, тоже посмотрите, сколько дуло. Сегодня я решил к вам приехать, думаю. Правильно, да, сегодня свободно. Праздник, праздник, народу будет мало. Не будет пробок. Да, правильно. Вот она уже... Она уже качественная. Да, это Европа. Ой. Я Европу за 500 рублей купила. А вот у вас стоит за 600 рублей. Ну, конечно, не такое, что говорить. А вот смотрите, у вас же вот этот, я забыла, как называется, по 300 рублей. 300 рублей это всё или одна чашка? Наверное, одна чашка, я так думаю. Да, скорее всего, одна. Там, это не мой товар, но, скорее всего, так и есть. Это ГДР. Набор. Ну, смотрите, и вы ГДР делали. Такой красивый, с золотом. Конечно. Чашечка на ножках. Замечательный. Ой, вот этот вот такой красивый сервис. Ой. Такое всё красивенькое. Миниатюрненькое. Бавария. И шкатулочки очаровательные. Видим, да, с красотой? Да. Ой, с японской. Ну, это японская. Да, 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 тончайшая. Тончайшая Япония. Я почему-то считала, что Китай тоже, но вот в Японии я не знала, что такой тонкий фарфор. Вот они тоже славились этим. А сколько вот такой вот троечка? Четыре с половиной. Вот, интересно, это Юдашкин. Называется розовый бриллиант. Посмотрите, нетронутая. Вот ещё этикетки все при ней, да? Полторы тысячи на чашку. Как память, да, купе? Да, да. Вот они новые, нетронутые. Или вот эти 80-е годы, 101 цветок называется. Такие же вазы, вот, стоят на одне. Вот они, посмотрите. В глубине. Вижу я. Есть гейшими, а есть просто сверху. Да. Из этой же коллекции. Да, 60 сантиметров. Картина на фарфоре. Смотрите, какая красота. Большая, красивая. Ой, а столик мне ваш нравился. Как он называется? Туалетный столик, да. Очень красивый. Да, да, да. А чьи-то? Прям вот. Ну, он сделан в стиле север. Видите? Ну, это же ручная. Да, их классика жанра. Берюза с золотом. Берюза с золотом. Да, да, да. Работа. С ящичками. Да, да, да. С красивыми. С красивыми. А цветы какие. Боже мой. Ой, какие цветы. Ну, всё, я к вам буду приезжать. Хочу, чтобы побыстрее у вас всё покупали. Да, да, да. Чтобы менялось всё. Картинку менять будем. Ножки дерева. Нет, ну, наверное, дерево. Потому что здесь же вот дерево. Мы вынимаем ящичек. Слушайте, мне... Ну, это консоль, да, называется? Ну, мне эта консоль ваша нравится больше всего. Она изящная очень ваша. Ой, вот если бы была бы я миллионером, я бы её купила в первую очередь. Она очень изящная. Да. А вот это вот стекло, это не знаменитый Мозор, нет? Нет, там Мозор и нет. Ну, вы имеете в виду, что... Стеклянную вазу. Склейте, у Франции, это короче. Понятно. Такие красивые вазы. Просто красота. А вот это вот я забыла, розовые вазы. Это стекло, как называется? Богемское, да. Богемское, но оно какое? Просто так розовое, и всё, или... Оно же двухслойное, нет? Ну, вот это, смотрите, вот это сульфидное, цинковое, да? Да. Двухслойное, вот оно. Видите, да? Вот. Но это тоже двухслойное, там чуть-чуть белое. Вот я вижу, да. Да, вот тоже на просвет. Это авторская тарелка Федоркова. Известный очень художник в Неман. Подождите, а здесь у столика ещё с этой стороны. Так как со всех сторон. Ну, ну, 10, да, 10, 10, да, 12, да. А сколько вот этот чайник замечательный ФВЗ? 2 800. Мейли Ньюис ССА. Да, он на... Экспортный вариант. Экспортный, да. Всё такое. Да, и у вас столько интересного находила вот на таких. Да. Как раз очень редкий рижский. Видите? Вот обычно он чаще всего, вот этот попадается. Вот этот редкий. Угу. Чайник с чашкой. Видишь, он с чашкой наверху. А сколько вот этого дама у нас, вазочка? 950. Ну, тоже недорого. Нормально. Я вот на Авито даже тысячи больше видела. Да. А этот петушок. Ну, тоже так же так. 1300. Да, это шкатулка. Ну, он с металлом, да, это шкатулка. Да, да, интересно сделано. Маслёнка. Угу. Маслёнка. Да, бурёнка такая. А что вот ещё? Жель, лошадка. Ну, это старая, да? Старая жель или современная? Мне кажется, старая. Старая старая, да. Потому что у неё, ой, ну, а какая красивая лошадка. Это подсвечник. Ой, какая красивая. Или вазочка. Ну, может быть, даже штоф. Штоф. А, может быть, и штоф, да. Красотка. Да, да, да. Вьетнам в очень хорошем исполнении. Это поднос, по всей видимости, да? Нет, скорее всего, всё-таки на стену. На стену. Потому что очень красивая. Да, объём, ну, хороший размер. Ну, это что, стекло? Нет, это папье-машей и перламутр. Ну, перламутр-то видим. Они этим отличаются. Нет, нет. Я просто думаю, может быть, это красное дерево. Нет, нет. Ну, как и виртуозно, они всегда всё делают. Вот это повесить, это уже такое богатство, такая красота. А вот это вот? Это Конаково. И сколько она? Полторы тысячи. Угу. Ну, большое очень блюдо. Да, 30. Конаково я очень люблю, кстати. Тема хорошая. Космонавты. Вот, наверху. Космос. Как мы в своё время западали на эту джель. Боже мой. Я, наверное, у вас там впервые её узнала, полюбила и скупала в страшных всё количествах. А что самое интересное, она особо не подорожала. Ну, вот интересные вещи, конечно. Вот, например, медведь вот этот, да? Да, да, да. С этой или хоккеистом. Хоккеист редкий. Редкий. Ну, вообще фигурки, кстати, вообще редкие, да. Да, да. А там? Новый русский. Абсолютно редко. В Версаче стоит парень. Ха-ха-ха-ха. Да. Очень интересно. В 90-е годы, да. А это Азарова, редкая в золоте кружка, кстати. Обратите внимание, Азарова, это у них самый известный художник во всех музеях стоит у них. Я, кстати, помню, у вас, помните, рыбки такие красиво стояли? Да. Ой, а вазы. Ой, какие громадные вазы. Боже, кому нужно? Вот здесь будет лежать. Вот я положила. Ага, спасибо большое. На красивом столике. Опа. Кому нужно? Продолжение шоу. Открылась. А чьи это такие огромные вазы? Клеймо Мэйсон. О, че нам? Все уже. Нет, посмотрите, какие полы. Как будто бы дворцовые, да. Вот этот стол мне очень нравится. Красиво. Ретро-рынок свое название получил давно и так зарегистрирован. Но сейчас, глядя на эту красоту, на витражные потолки и чудесную подсветку, мне кажется, что лучше его называть ретро-салон. Это только начало. Фарфор еще в коробках. Все впереди. И мы обязательно сюда вернемся. А вас я благодарю за то, что были со мной и прошу поставить лайки. До скорой встречи, друзья. Мира и радости в душе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!